На восстановление школы Ульяновской области в этом году было потрачено порядка 300 миллионов рублей областного бюджета. Почти столько же муниципальных средств. Сейчас ремонт школок завершается. Подписываются необходимые документы и идет проверка качества выполнения работы. Сейчас у нас остались работы, которые идут полным ходом в Тушнинской школе, так как там были проблемы по конструктиву кровли и по использованию материалов, по ценовой политике. Это все учтено, проработано, переработана проектно-смертная документация и проведены все процедуры в соответствии с законом, конкурсные процедуры торги и сейчас активно работы выполняются. Плюс завершаются работы по капитальным ремонту Новой Ульяновской школы. Во всех остальных школах области запланированные восстановительные работы были завершены. Правда, в ряде районов, к примеру, в Николаевском и Кузоватовском, все еще не до конца подготовлена соответствующая документация. Мы подключаемся в те ситуации, с которыми трудно справиться, как правило, дорогостоящие ситуации, трудно справиться с муниципальным образованием. То есть там в том случае, если требуется серьезный капитальный ремонт. Проект бюджета на 2017 год тоже заложены средства на капитальный ремонт образовательных учреждений. Выделено будет порядка 120 миллионов. Из них 20 на восстановление детских садов и 100 на восстановление школ. В Тушнинской школе, которую посетила Ульяновская правда, полностью отремонтировали 5 туалетов, заменили всю систему водоснабжения. Сейчас здесь демонтируют старые окна и устанавливают новые, а также реставрируют кровлю. Это просто счастье. Это то, что мы стремились и хотели очень долго лет. Поэтому мы счастливы. Естественно, мы делаем все для того, чтобы это ускорить, для того, чтобы действительно все было качественно. Мы все только за и учителя, и родители. На будущий год в Тушнинской школе будет обновлена отопительная система и проведен капитальный ремонт всех кабинетов. Как школа выглядела до начала ремонтных работ, рассказали родители ребят. Ну, скажем так, плачевно. Примерно так, как сейчас вы видите эту обстановку. Было с советских времен, скажем так. Осталось, то и досталось нашим детям. Теперь, надеются родители, школа кардинально преобразится. Это им пообещал на торжественной линейке губернатор Сергей Морозов. Мы переехали с города. Нам нравится эта школа, нравится коллектив, нравится учителям, директор школы Смирнова Татьяна Александровна. В общем, мы здесь стали родные, поэтому дети у нас стремятся к тому, чтобы тоже было все хорошо. И мы думаем, что, как нам сказал Морозов Сергей Иванович, что мы 1 сентября войдем в новую школу, что так и будет. В данный момент, как видите, производятся здесь работы. Работы в школе проводят сразу несколько подрядных организаций Сульяновской области и из соседних регионов. До начала капитальных работ в этой школе училось 140 ребят. Она рассчитана на 5 населенных пунктов. Мы находимся на крыше Тушнинской школы Сенгелеевского района, где прямо на ваших глазах ведутся ремонтно-восстановительные работы над кровлей. Вообще, ремонтные работы в этой школе будут завершены к сентябрю 2017 года по поручению губернатора Сергея Морозова. Местные жители уже давно ждут восстановления этой школы, поскольку сейчас их детям приходится ездить на учебу в соседние села. Андрей Творогов, Павел Макаров. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова